На 777 пригодим всем. И к чему нам готовиться этой зимой в плане ракетных и дроновых атак россиян. Начнем с ситуации на фронте. По данным Института изучения войны, украинские войска, вероятно, установили контроль над новыми позициями в Крынках. И вели атаки в направлении российских позиций к югу и юго-западу от этого населенного пункта. Все это на левом берегу Днепра. Да, российские так называемые военкоры уже жалуются на то, что ВСУ продвинулись к лесным массивам к югу от Крынки. И даже атаковали вблизи поймы, песчановки и пытаются установить позиции между Олежками и аж до казачьих лагерей. Казачьи лагеря – это харьковское направление. Дальше украинский военный обозреватель Константин Машевец заявляет, что украинские войска установили постоянный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста, это к северу от поймы, до Антоновского дорожного моста, к северу от Олежек. Но самое главное здесь то, что ВСУ удалось перерезать дорогу Олежки-Новая Каховка как минимум на двух участках. Но это, как вы понимаете, очень сильно усложняет логистику оккупанта. Вместе с тем продолжается активная работа по уничтожению вражеских тылов. И накануне, как вы знаете, ВСУ ударили по Скадовску, где были ликвидированы пять высокопоставленных офицеров оккупационной армии, которые как раз прибыли на место для попыток пересмотреть и изменить тактику россиян на этом направлении. Ну и здесь уже Институт изучения войны добавляет, что российскому военному командованию, скорее всего, будет очень сложно перебросить боеспособные подкрепления для реагирования на продолжающиеся украинские операции на левом берегу Херсонской области. А в частности, по мнению экспертов, это связано с дефицитом боеспособных подразделений и необходимостью одновременно проводить оборонные операции в Запорожской области. Ну и дальше приведут цитату Института изучения войны. Российское командование, вероятно, столкнется со значительными трудностями при передислокации подразделений из других участков фронта, если относительно небоеспособных российских формирований и незадействованных российских сил на Херсонском направлении окажется недостаточно для ответа на украинские операции на левом берегу Днепра. Передислокация значительных частей 7-й дивизии ВДВ или других соединений и подразделений ВДВ в западной части Запорожской области, вероятно, сорвала бы российские оборонные операции там. Сообщается, что российские войска продолжают накапливать силы для поддержки наступательных сил РФ и под Авдеевкой и локализуют наступательные операции в Харьковской и Луганской областях. Следовательно, любая потенциальная российская передислокация на Херсонское направление, вероятно, ухудшит способность России поддерживать эти другие операции и усилия. Ну, имеется в виду Авдеевское и Купинско-Лиманское направления. Что касается Бахмутского направления, то там россияне пытаются оказывать давление на позиции ВСУ вблизи Андреевки и Клещеевки, но безуспешно. Вместе с тем оккупанты пытаются продвинуться к северу от Бахмута в районе Берховского водохранилища. В то же время сейчас действительно очень сложная ситуация вокруг Авдеевки и в силах обороны Таврического направления говорят о том, что российские войска за последние несколько дней увеличили применение авиации на Авдеевском направлении и используют вертолеты К-52МИ-8 и штурмовики Су-25. По данным Института изучения войны, украинские войска не проводили заявленных наземных атак на Авдеевском направлении в минувшие сутки. А в то же время есть, к сожалению, угроза повторной попытки наступления оккупантов на Купинском направлении. Генштаб ВСУ сообщает, что российские войска в минувшие сутки безуспешно атаковали вблизи Синьковки в Харьковской области и Стельмаховки и Новоегоровки в Луганской. Но здесь начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявляет, что российская армия произвела замену военных живой силы на Купинском направлении и доставила туда дополнительное военное оборудование. И, как говорит Синегубов, в целом характер боевых действий на Купинском направлении изменился. Сейчас оккупанты активно используют еще и тяжелую технику, наступают танками и бронемашинами. Поскольку российские войска избрали приоритетом именно Купинское направление, у них цель достичь результата любой ценой. И сейчас, как говорит Синегубов, мы ожидаем усиления с их стороны, пополняем резервы, усиливаем фортификационные сооружения. В то же время силы обороны сейчас активно уничтожают тылы врага в Крыму и нацелены на Черноморский флот Эрефии. Этой ночью во временно оккупированных Феодосии и Черноморском в Крыму прогремела серия взрывов. И по данным местных пабликов, в Феодосии была, вероятно, повреждена нефтебаза и сообщается, что удары наносились именно беспилотниками. В Черноморском зафиксировано несколько прилетов по местному пограничному заставу. И тогда же появились сообщения о повреждении российских кораблей. Но по состоянию на раннее утро сегодня еще не было до конца понятно, что это за корабли и о чем вообще речь. Но в то же время в так называемом Минобороне Эрефии там поспешили заявить, что якобы перехватили два дрона над оккупированным Крымом. Ну и, как всегда, повреждений нет. Однако уже утром детали атаки раскрыли в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Но сначала здесь напомню, что вчера в украинской разведке намекнули, что скоро в Крыму прибавится взрывов по типу тех, которые повредили корабль в Керчи накануне. Вот тот самый Аскольд, который еще даже не успел выйти на дежурство, его там доделывали и не доделали, как говорится. Ну и вот сегодня в ГУР Минобороны подтвердили поражение двух малых десантных кораблей Черноморского флота Эрефии. Как подтвердили наши разведчики, речь идет о катерах проекта 11770 класса Серна. По данным ГУР, на этих судах находился экипаж и была загружена бронетехника. И отмечается, что малые десантные катера класса Серна Россия активно использовала во время оккупации острова Змеины для переброски туда военной техники и десанта. Но в последнее время эти катера использовались для других целей. В частности, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы Тор-М2 для мобильного прикрытия своей группировки на острове и вообще в целом Черном море. В условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил обороны Украины, такие катера с ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей Черноморского флота на рейдах. То есть эти катера, они достаточно маневренные, достаточно быстрые. На них были установлены эти ЗРК и, соответственно, они прикрывали другие, более крупные корабли, скажем так. Но теперь вот эта идея россиян уничтожена. Вместе с тем, стоит напомнить, что ранее российский диктатор, как вы помните, пугал тем, что якобы перебросит в Крым самолеты МиГ-31, которые могут нести на себе ракеты «Кинжал». Вот это, по его словам, нужно для патрулирования Черного моря. Однако, сегодня пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заверил, что в Крыму нет российских истребителей, которые могут нести аэробаллистическую ракету «Кинжал». Однако, к сожалению, именно носители ракет «Кинжал» могут вылететь фактически из любого аэродрома для выхода на вот этот рубеж пуска ракеты. Вот именно поэтому в последние дни по Украине вот такая многочасовая воздушная тревога звучит, потому что именно такие вот самолеты Россия и поднимает в небо, они там проходят какие-то тренировки, и поэтому мы вынуждены, как сегодня было по несколько часов, находиться в состоянии воздушной тревоги. Вместе с тем Юрий Игнат добавляет, что последние вот обстрелы Украины со стороны российских оккупантов напоминают такую тактику тысячи порезов. То есть захватчики используют на самом деле небольшое количество ракет и дронов за один обстрел, но атакуют практически каждую ночь. Вместе с тем Игнат уверяет, что украинских пилотов, во-первых, уже начали, украинские пилоты уже начали проходить практические, практическое обучение на истребителях F-16 в воздухе. То есть не все, конечно, но часть наших пилотов уже тренируется на, ну, на самих F-16, не на симуляторах, не на тренажерах, а уже именно на самолетах в воздухе. Плюс сегодня от Игната прозвучало еще одно сообщение о том, что Германия в ближайшее время передает нам еще одну систему из РК «Патриот», вдобавок к двум, которые уже работают в Украине. В то же время сегодня издание CNN вышло с материалом, в котором уверяются, что сейчас Украина имеет более мощную систему противовоздушной обороны, а к тому же энергетики наши весь год готовились к восстановлению, ну, восстанавливали всю энергосистему и готовились к возобновлению ракетных и дроновых ударов российских террористов. Поэтому этой зимой России будет гораздо и гораздо труднее навредить украинской энергосистеме, ну, а тем более привести к полному блок-ауту. В украинской разведке признаются, что именно ограниченные возможности ПВО позволили россиянам повредить значительную энергетическую систему в прошлом году. Но теперь вот ситуация изменилась. Во-первых, усилена система ПВО, а во-вторых, наши энергетики закупили резервное оборудование, установили оборону вокруг ключевых электростанций. Поэтому мы больше подготовлены, хотя это не говорит о том, что эта зима будет проще. Ну и еще раз повторюсь по поводу патриотов. Германия передает еще один комплекс, но хотелось бы, конечно, в разы и в разы больше, чтобы полностью закрыть небо. Однако наши партнеры все-таки предупреждают, что Россия не намерена прекращать свою широкомасштабную военную агрессию против Украины, и война может продолжаться еще довольно и довольно долго. Поэтому страны Запада должны продолжать оказывать поддержку контрнаступательным операциям украинских защитников. Вот такое совместное заявление сегодня сделали генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Олаф Шольц. А в частности, немецкий канцлер говорит, что не видит признаков того, что Россия будет выводить свой оккупационный контингент из Украины и прекратит агрессивную войну. Мол, никаких признаков этого нету, поэтому война еще может длиться очень и очень долго. Однако Шольц уверяет, что он не пессимист относительно способности сил обороны Украины давать отпор захватчикам. Также он обратил внимание на важность развития устойчивости и защиты собственной инфраструктуры от атак, и намекая на то, что, мол, в этом европейцам нужно поучиться у украинцев. По словам уже генсека Североатлантического альянса Столтенберга, необходимо продолжить поддерживать наступление украинских вооруженных сил против российских оккупантов. Ну и дальше приведу его цитату. «Мы должны быть готовы к продолжительному пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя. Только продолжение оборонной поддержки со стороны стран-партнеров может гарантировать, что Украина останется суверенным и демократическим государством. Только это может убедить российского диктатора, что он не сможет победить на поле боя». Однако, к сожалению, уровень поддержки от партнеров сейчас совсем не тот, какой мог бы удовлетворить потребности ВСУ. И это я не говорю не для того, чтобы мы пессимистами вдруг все стали, а для того, чтобы мы все-таки реалистами были и видели, что происходит. В Пентагоне уверяют, что по состоянию на данный момент осталось всего 1 миллиард долларов в существующих ресурсах для военной помощи Украине. В частности, это связано с тем, что Конгресс пока не выделил дополнительных средств для финансирования помощи. Напомню, в запросе Джо Байдена заложено больше 60 миллиардов долларов в помощи Украине на следующий финансовый год, но этот пакет все никак не проголосует в Конгрессе. Исходя из этого, у Пентагона остается реально миллиард долларов на военную помощь. Конечно, мы надеемся, что все-таки Конгресс примет тот пакет, о котором я сказал выше, Но на данный момент ситуация такая. Поэтому в Пентагоне уверяют, что США продолжат оказывать помощь Украине, но вот уже сейчас они вынуждены уменьшать все последующие пакеты военной помощи, чтобы не возникало паузы. То есть продолжение помощи будет, но, увы, в рамках существующего финансирования они вынуждены эти пакеты помощи уменьшать до того момента, пока Конгресс не примет следующее финансирование. Но в Пентагоне также заявляют, что Украина может рассчитывать на поддержку не только от США, но и других государств, в том числе участвующих в заседаниях Рамштайна. Ну и по этому поводу пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Синг анонсировала уже новое заседание в формате Рамштайн. И дальше я вам приведу ее цитату. Что касается последствий на поле боя, послушайте, мы продолжаем оказывать поддержку Украине. Только в прошлом месяце у нас была контактная группа в формате Рамштайн. В середине ноября у нас будет еще одна контактная группа по обороне Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину. Мы продолжаем поддерживать Украину в том, в чем она нуждается в ее борьбе. Вот. То есть здесь как бы Сабрина Синг намекает на то, что, мол, ну да, у США сейчас проблемки, но есть еще как минимум 49 плюс партнеров в формате Рамштайн, которые тоже могут увеличить свою помощь. А впрочем, вот тут тоже с европейскими партнерами есть определенная проблема. По данным Bloomberg, у наших европейских партнеров тоже есть дефициты определенные. Как сообщают в издании, Европейский Союз проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов. Я напомню, этот план должны были выполнить максимум до марта 2024 года. Ну и тут уже приведу цитату издания Bloomberg. Внешнеполитическое подразделение Европейского Союза на этой неделе проинформировало дипломатов ЕС о том, что блок, вероятно, не достигнет цели до марта 2024 года, по словам людей, осведомленных с этим вопросом. Согласно планам, разработанным в начале этого года, ЕС пообещал предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев, сначала с помощью имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении промышленных мощностей. Представитель Европейской службы внешних действий отказался комментировать этот вопрос, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений. Ну и кроме того, Bloomberg отмечает, что поставки боеприпасов из ЕС становятся все более актуальными, особенно на фоне заявлений о передаче Северной Кореи снарядов для РФИ, ну а также роста производства снарядов самой России. Ну и напомню здесь, что в начале мая месяца еще Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. И вот планировалось, что в рамках этого соглашения европейские страны поставят Украине миллион снарядов. Но по состоянию на сегодня доставлено менее 30% от заявленных объемов. Вот, именно поэтому крайне важно, чтобы Украина развивала свой оборонно-промышленный комплекс, ну чтобы меньше зависеть от партнеров. Здесь, в этом контексте, я хочу упомянуть принятый Верховной Радой 9 ноября закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. Львиная доля этого бюджета направлена на сектор безопасности и обороны. И вот отдельно, отдельно в Минфине сейчас отмечают такое нововведение, а именно доходы, полученные от налога на доходы физических лиц, ПДФУ, будут изъяты из местных бюджетов и направлены в специальный фонд госбюджета с целевым использованием. Рассчитывается, что там почти 100 миллиардов гривен можно будет вот таким образом извлечь из местных бюджетов. И почти половина суммы пойдет на производство и закупку морских дронов и беспилотников. И еще половина, 50 миллиардов, на внедрение новых технологий в секторе ОПК и для изготовления оружия. В целом же, в целом, сектор обороны и безопасности получит 1 триллион 692 миллиарда гривен. Это составляет чуть больше 22% ВВП страны. Вот. На этом давайте поставлю многоточие. Выводы сделайте для себя сами. И мы к этой теме с вами еще обязательно вернемся. Сейчас призываю вас, что бы там ни было, поддерживать вооруженные силы Украины каждый день. И сейчас я хочу попросить вас присоединиться к нашему сбору для 24-й бригады имени Короля Данила. Сейчас собираем им на позашляховык. Поэтому по QR-коду, либо по ссылке в описании к этому видео переходите на сайт Фонда 24 и присоединяйтесь к сбору. Кроме того, поставьте лайк этому выпуску и напишите в комментариях ваше мнение относительно той темы, которую мы обсудили. На этом все. Дякую всем, кто объединился. И традиционно закликаю – вирьте в Украину, вирьте в ЗСУ, допомагайте один одному и нашим защитникам. И тогда вместе мы точно победим. Слава Украине! Побачимось! Продолжение следует...